Добрый вечер, вы перевесите Карачаево, Черкесия, в студии Руслан Жукаев, сегодня в выпуске. Что сделано и что еще предстоит сделать? О социально-экономическом положении Хабецкого района говорили на встрече Рашид Тимрезов с Тимуром Жужуевым. Улучшение санитарного состояния лесов, подготовки к пожароопасному сезону и не только. При Кубанском районе прошел экологический субботник. Социализация детей в общественной палате Карачаево-Черкесии прошел круглый стол по данному направлению. Какие актуальные темы поднимали участники? На шаг ближе к мечте 14-летний Азамат Гирюгов, который хотел стать полицейским, увидел свою работу изнутри, побывав в отделе МВД города Черкеска. Сегодня состоялась рабочая встреча главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова с руководителем администрации Хабецкого района Тимуром Жужуевым. В ходе которой были рассмотрены вопросы социально-экономического развития муниципалитета. Так практически завершили капремонт участка автодороги Черкес-Хабец, дороги между Аулом Жако и поворотом на федеральную трассу по пути Вархыз, также на подъезде к Веслинею 6 км путей и на автодороге Псаучи-Дахи-Абазакт еще 2 км. Благоустроен парк в ауле Зиюка. В ближайшие пару месяцев будет установлено уличное освещение в Бавуко и Зиюка. Также к концу года планируется завершить строительство ФОКа в Хабезе. Ведется строительство Дома культуры в ауле Малый Зеленчук, в котором в этом году проведен капремонт школ в Казалюрте и Зиюка. Завершаются работы школы аула Жако. А в предстоящем году будут приступать к строительству нового корпуса лицея-интерната в Хабезе. Запланирован также на 23-й год капитальный ремонт двух школ районов в аулах Беслине и Хабез. Кроме того, в районах реализуется масштабный проект строительства группового водоснабжения по населенных пунктам Хабезского, Абазинского, Дагихабльского и Ногайского районов. Строительство объекта позволит обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением 15 населенных пунктов, в том числе 11 аулов Хабезского района. Разобрали по веточкам. Лесные субботники прошли во всех пяти лесничествах республики. Основная цель – сбор залежника и бурелома. В генеральной уборке зеленых активистов принимала участие и Кфатима Даурова. «Берись дружно, не будет грузно» – именно с таким девизом коллектив Министерства природных ресурсов и экологии Карачаева Черкесии вместе с волонтерами вышли на очередную акцию по сбору валежника. Локация – окрестности села Пристань. И ноябрьский день выдался тёплым. Осенний лес почти растерял листву. Сопротивляются только наиболее стойкие к первым холодам деревья. Среди оголившейся чащей лесополосы на земле лучше виднеются старые сухие ветки. Именно за ними идёт санитарная охота. Сегодня мы проводим традиционную акцию, которая началась по инициативе нашего министра Качкарова Диана Салиховна. В прошлом году мы начали эту акцию, в прошлом году провели и в этом году проводим. Благодаря этой акции мы снабжаем древесиной тот слой населения, который нуждается в этом. В частности, сегодня населённые пункты Пристань и Кайдан. А сколько сможем, будем обеспечивать. И плюс производится санитарная очистка леса. Идея руководства Минприроды Республики совместить два полезных дела оказалась удачной. Зима приближается. И для тех, чьи домовладения не подключены к голубому топливу, наступают суровые времена. А цены на древесину немаленькие. Чтобы приобрести 4-5 кубов натурального горючего, нужно не менее 14-15 тысяч рублей. Поэтому адресная помощь с поставкой валежника нуждающимся в приоритете. Население осенью начинает заготовку дров и она актуальна. В основном, это те же слои населения, которые действительно нуждаются. И они очень благодарны всем и нам, и нашему руководству. К следующему пожароопасному сезону наши леса подходят более очищенными. Эко-отряд, кафедры и лесное дело – постоянные волонтеры в подобных акциях. Ребята по роду своей специальности точно знают, какой вид дров относится к валежнику, а какую ветку лучше не трогать. Ребята с большим удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях и акциях. Эти акции, помимо того, что несут какую-то благотворительную нагрузку свою, мы, конечно, нам, как педагогам, это, конечно, просветительская нагрузка, деятельность. Поэтому ребята делают пользу, приносят пользу. И при этом сами учатся, как нужно поступать по жизни, какую пользу нужно нести людям. Мы сегодня с мамой приехали сюда собирать ветки. Мне очень интересно. А тебе не тяжело, так сказать, эти ветки? Или ты выбираешь самые маленькие? Самые маленькие. Я узнала, что тем самым мы помогаем и людям, и лесу. По полям, по полям. Вот и красный трактор подъехал для того, чтобы помочь вывезти валежник на условное место. Откуда, в свою очередь, силами местной администрации его распределят по определенным домовладениям. Всего одна такая акция позволяет собрать до четырех кубов дров. В общественной палате Карачаева-Черкесии прошло заседание, на котором обсуждалась роль 12 общественных советов при муниципалитетах и итоге мониторинга их деятельности. В ходе беседы было отмечено, что через их работу обеспечивается обратная связь между населением и муниципальной властью, осуществляется общественный контроль за деятельностью органов исполнительной власти. На эту тему в прошлом году уже проводилось заседание, но оно носило информационный характер. Тогда председатели общественных советов только ознакомились с новыми изменениями в законодательстве, а также узнали, какие требования и формы работы предъявляются к ним. Ну и, конечно, выявили лучшие практики в России. Понимая важность момента, многим муниципалитетам дали возможность исправить и внести коррективы в свою работу. Затем провели мониторинг в трех районах, где прошли муниципальные выборы. Это в Черкесске, Карачаевске и Абазинском районе. Результаты показали, что именно они активно и качественно работали. Если они будут только на бумаге, нам не будет доверять гражданское общество. И, соответственно, местное население не увидит, что именно общественные советы контролируют деятельность муниципалитетов. А нам хочется, чтобы именно общественные советы стали той площадкой, которая бы выступала в виде экспертов по законодательству, которые принимают муниципалитеты. Чтобы именно общественные советы стали тем органом, куда обращались бы граждане. За советом, за просьбой, за просьбой осуществить контроль, помочь. Мы хотим, чтобы именно общественным советам доверяли. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии небольшие осадки. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. В горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3 плюс 2, днём плюс 12, плюс 17. В горах местами плюс 4, плюс 9. Ночью в горах местами на дорогах гололедица. Черкесский без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 2, днём плюс 13, плюс 15 градусов. Палундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу только до 27-го наедя в Кисловодском цирке. 2, 96, 58. Спешите узнать тайну пирата. Сынок, дай мне две тысячи, я куплю себе две вещи. Мама, на тебе две тысячи и купи себе две вещи. Папа, мне дай две тысячи, тоже хочется две вещи. Доча, на тебе две тысячи и себе купи две вещи. Милый! 585 золотой. Две вещи за две тысячи. В общественной палате республики прошёл круглый стол по вопросам социализации трудных подростков и молодёжи. В работе обсуждений приняли участие представители профильных министерств, общественных организаций и специализированных учреждений. На встрече были подняты наиболее актуальные проблемы в данном направлении, по которым, по мнению участников, необходимо повысить активность взаимодействия для достижения большой эффективности. Ахмат Халкевичев подробнее. Открывая работу круглого стола, председатель комиссии по развитию образования общественной палаты Крачево-Черкеси Сержамал Тибуев отметил, что прежде всего необходимо очертить круг проблем и вопросов, к которым нужно обратить внимание в первую очередь. Ну а продуктом обсуждений, помимо новых инициатив и предложений, должна стать выработка дорожной карты под эту же лону. Для того, чтобы разрабатывать какие-то шаги и планы, для начала нужно понять, с кем мы работаем, в каком количестве они у нас присутствуют в нашей республике конкретно. И те, скажем так, в первую очередь, психологические аспекты, проблемы, которые их сопровождают, и только после этого понять, в каком направлении и кто должен решать эти вопросы. Ну, в общем, сегодня планируется достаточно такая живая дискуссия. Об опыте уже проводимой работы в направлении рассказали уполномоченные от Министерств по делам молодежи, Минобра и МВД. Ну а общественники, представители специализированных организаций и законодательного блока выступали с более детальными проектами предложений. Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель комитета по науке, образованию, культуре и делам молодежи республиканского парламента, Алексей Ганшин рассказал о партийных инициативах, которые в данный момент находятся на стадии обсуждения и на федеральном уровне. Инициатива первая об упрощении процедуры, внесении изменения в трудовой кодекс, где не будет требоваться согласия органов опеки при трудоустройстве на предприятии лиц, достигших 14 лет. Не все у нас такие там ребята, скажем, которые только отдыхают. Кто-то хочет заработать в летний период, но попробуйте устроиться, потому что масса там требований препонут. То есть человек 14 лет достиг, он уже сам принимает согласие одного из родителей или опекунов. И второе, суд признает подростка виновным в каком-либо правонарушении. И предлагаем в качестве воспитательной меры, им могут дать возможность закрепить, участвовать в волонтерской деятельности. И они будут себя как бы реабилитировать. Необходимость поиска новых подходов подтвердила и заведующая отделением социального сопровождения семьи и детей «Островок надежды» Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда» Мария Табеева. Как она поведала, в возглавляемом ей отделении сейчас организована реабилитационная работа по 11 направлениям. Несовершеннолетним состоящим на фронтическом учете помогают с временным трудоустройством на летнее время. Также подростки проходят подготовку к школе. Но, к сожалению, одного отделения для всего региона мало. На данный момент реабилитацию в отделении проходит 30 детей, а на очереди еще 17, резюмирует она. Городские дети могут посещать «Островок надежды», который находится у нас в городе Черкесске. А с районов, в силу своей ограниченности, в Черкесск приезжать и проходить реабилитацию, они не в состоянии. И в своей практике, на своем опыте я убеждена, что обязательно нужны такие отделы, или же отделения, или же филиалы по всем районам нашей республики. Все участники обсуждений сошлись во мнении, что для выработки единого подхода в работе с трудными подростками и налаживания более эффективной системы необходимо обобщить весь положительный опыт, имеющийся во всех структурах, общественных организациях и специализированных учреждениях. Ахмат Халкевичев, Мухаммед Ашебоков, Вести Крачаева, Черкесия. Полицейские Крачева, Черкесия и общественники исполнили мечту 14-летнего Азамата Гирюгова. История знакомства с семьей Гирюгов и общественного совета при МВД по республике началась еще 4 года назад. Тогда общественники узнали, что отец семьи один воспитывает пятерых детей. Старший ребенок Азамат мечтает стать полицейским, и в его день рождения полицейские отделы МВД России по Черкесску решили приблизить мальчика к мечте. И провели для него и его братьев и сестер экскурсию по городскому отделу. Азамат увидел, как осуществляется контрольно-пропускной режим на объекте, спортивный зал, где сотрудники полиции поддерживают физическую форму. Плац, на котором проходят строевые смотры, посетил дежурную часть. Закончилась экскурсия в кабинете заместителя начальника МВД Руслана Шакманова, который пригласил подростка с семьей в свой служебный кабинет на чаепитие. Азамат рассказал, что когда вырастет, обязательно станет полицейским. В память об этой встрече имениннику вручили подарок и пожелали, чтобы все его добрые мечты сбывались. И последнее. Курорт Архыз лидирует среди популярных направлений для зимнего отдыха на базах. Российский сервис бронирования отелей и квартир tvill.ru выяснил, куда именно собираются отправиться гости зимой 2022-2023 года. Сюда лидирует Архыз. Сюда собираются поехать около 20% отдыхающих. На втором месте базы под Минском. На третьем карельские Сойли. 9,6% соответственно. Это все вести на сегодня. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Баренцево море». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин и сразу пошел в военкомат, потому что понимает, что это важная задача защиты Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семьи мобилизованных. И поняла, что в такие моменты как никогда важно быть вместе. Волонтерские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом.